Итак, друзья, напоминаю вам о том, что работа на создание базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, вы можете перечислить абсолютно любую сумму денег на предоставленные реквизиты, которые вы увидите к описанию к ролику. Если вы не можете помочь материально, то можете просматривать до конца рекламу и в конце видео ставить лайки. Всем спасибо! Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег. Сегодня тема будет у нас не о собаках, поэтому те, кто думал, что увидит какую-то тему адресировки или о поведении, может сразу переключиться. Но, впрочем, можете остаться и досмотреть. Сегодня я вам расскажу, какие козлы для распиловки дров бензопилой я придумал. Не знаю, может быть, аналоги существуют уже, просторы интернета я не бороздил. Но вот настала пора заготовки дров, потому что у нас лето в этом году очень достаточно холодное, печку приходится топить. И вот я пилил, рубил дрова и подумал, что спина больная у меня, наклоняться достаточно тяжело. И я придумал вот такие вот козлы. В чем их особенность? Козлы как козлы, да, обыкновенные, но здесь линия, которая скрепляет их, находится ниже линии, на которой ложатся дрова. В этом и заключается их особенность. То есть, смотрите, вот мы кладем дровину с вами, да, я начинаю пилить, и она не затрагивает вот эту вот перемычку. То есть, обычно делают вот так вот перемычку, да, и сверху уже кладут. И когда вы начинаете пилить, у вас все время запилы здесь получаются на бревне. Здесь запилы не получаются. И получается все хорошо и классно. Сначала я сделал вот без этой дополнительной штуки. И тогда мне приходилось класть достаточно большие дрова и резать их посередине, для того, чтобы они входили в печь. Поработав буквально там час-полтора, я добавил еще вот такую дополнительную вещь, для того, чтобы дрова получались короткие. В общем, смотрите, собрал я их из всяческого хлама, который находился у меня здесь на участке. Все достаточно просто. Скрепил конструкцию шурупами, усилил ее уголочками. Ну, вот что у меня, собственно говоря, получилось. И в чем заключается преимущество? Теперь вы можете валом наваливать всякие ветки, всякие палки, всякие бревна и так далее. И прямо вот брать и резать отсюда и досюда, отсюда и досюда. Я уже испытал как бы и на бревнах, и на ветках. Ну и в основном на дачах у нас что, всякие старые хлам, старые палки и так далее. Давайте сейчас продемонстрирую работу. То есть, вот теперь мы не по одному дровишку берем, складываем и режем, а можем это сделать, ну, вот сразу, допустим. Да, то есть, видите, это можно сделать выше и накладывать еще больше. И в чем еще, еще раз говорю, хочу подчеркнуть преимущество, заключается в том, что когда вы заканчиваете пилить, вы перемычку не запиливаете. Единственное, что обращайте внимание, если это старые доски с гвоздями, то чтобы линия пила у вас была как бы, ну, не по этим гвоздям. Вот, собственно говоря, и все. И еще соблюдайте технику безопасности, работайте в перчатках обязательно, чтобы были у вас очки. Ну, все, поехали, давайте попробуем. Вот так вот. Звучит музыка Звучит музыка То есть, вот теперь еще раз хочу сказать, что здесь прикол заключается в том, что вот валом прям наваливаете большое количество, берете и режете И еще раз хочу сказать, что это можно и бревна, и ветки, и всевозможные палки И линия запила у вас, вы не запиливаете нижнюю вот эту перемычку Как это делается на классических козлах Ну, может быть, конечно, это не мое, но дошел до этого я, собственно говоря, сам Итак, друзья, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится Если вам понравилось это видео, ставьте лайки Спасибо Спасибо